В Карачаево-Черкесе наградили волонтеров, участников акции «Мы вместе», которые помогали жителям республики во время первой волны коронавируса. Мероприятие прошло в здании регионального отделения партии «Единая Россия». Волонтерам вручили грамоты и медали. Аслан Гирюгов продолжит тему. Акция «Взаимопомощь и мы вместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах страны работали волонтеры всех возрастов, доставляя лекарства и продукты и решая бытовые вопросы. Юристы и психологи бесплатно консультировали нуждающихся в их помощи. Помимо этого, много волонтерских организаций объединялись для общей цели. Радует то, что это для всех нас был большим таким положительным опытом в плане того, что мы все узнали друг друга, мы смогли многому научиться друг у друга. И я могу сказать точно, что вы, те ребята, которые прошли этот путь, идут его дальше, те люди, на которых можно положиться. Я надеюсь, что тот опыт, который вы приобрели, вы его будете транслировать и дальше. Ряды наши должны пополняться. И надеюсь, что мы вместе с вами, вместе сможем побороть эту страшную болезнь. И я думаю, что в ближайшее время, чтобы мы все вошли в такой вот обычный формат жизни. Всех волонтеров наградили медалью грамоты с подписью президента России Владимира Путина. Во время торжественной части было отмечено, что проведенная работа помогла улучшить мобильность всех волонтерских организаций, а также объединила их с различными предприятиями, ведь на это направлена данная акция. Начали раздавать маски, маски шили бесплатно, раздавали маски, всякие препараты. Мы шли по звонку, мы шли к клиенту, забирали их заявки. Волонтерство у нас открылось 18 марта этого года, и на протяжении этих месяцев, то есть волонтерство шло 5 месяцев. Чтобы людям было помогать, чтобы они чувствовали свою поддержку, ни в чем не нуждались. Всего в акции участвовало более 100 человек. Награждение будет проходить в течение всей недели, и каждый волонтер получит свою грамоту и благодарственное письмо. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.